Находятся обе команды, но к этому и венту подожди обе, несомненно, с максимальной качественной подготовкой. Два в два после серии разменов. Шокс опять отличился в пистолетке. Ну да, просто великолепно здесь по тричи Папио, но Лофмейстер забирает скрима и тот самый Шокс остается один против двоих. 8% у француза. Его местоположение известно абсолютно все. Да и по идее здесь Фнатик должны доводить раунд до победы. Ну да, здесь немножко разменулся Лофмейстер сейчас. Тем не менее, бомбу можно успеть остановить. Нет, нет, не успеет Шокс. Все, бомб-херри проходит в точку. Это твист Лофмейстер прикрывает. Заметил, заметил Папилона и, в общем-то, сейчас француз играет в интересную такую схемку. Третий хедшот в раунде. 1 на 1 опасная ситуация. Попадает очень плотно, не лезет. И как сейчас все может развернуться позитивно для Шокса? Минус позиция, но он ставит еще один хедшот. Это квадро в первом пистолетном раунде. Это просто языкатка для Шокса. Вот знаешь, такое ощущение, что он одел плащ Нелу и все пули летели абсолютно мимо. Как так? 2 в 1. 8% француза. И знаете, комодрировали на свой великолепный тимплей. Где-то этот тимплей в пистолетном раунде они потеряли. Такая действительно простейшая ситуация. А вот что произошло только что на Б-планте. Французы творят невероятные вещи. Против форса соперника решили поджать базу Б сразу же в проем. И просто, ну, ударились об овов мейстера. Есть и ашеры, ну, должны нас чем-то удивлять. Чем-то уже пора бы нас удивить. Карасик. Ну, давай. Ну, кстати, вот Фокс четко слышит прыжки Кирилла Карасева. Да, вот тебе и португалец, который был нативный. Вышел, поставил прицел. Четко капитана команды Хеврейзер забрал. Я бы даже, знаешь, сказал, что они созвонились и обсудили предварительно, как пройдет по сценарию. Забавная ситуация, но таких будет, я уверен, много. Что же, Дэдфокс забрал в окне Фера, попробует реализовать Калашников. Колдзера слышит и жестко Колдзера на выходе. Не остановить Колдзера в этом раунде. Квадрокилл в его исполнении. Всех строго в голову. И тут вообще план Капкан. Ну, врывается Дэдфокс, батя в здании. Нет, не сегодня. Ангел. О-о-о-о! Ха-ха-ха! Ну, не дает себя порезать. Хотя бы так. Кирилл Карасев. Абсолютно. При этом контролируясь командой Н, Вихико должен... Так, одного начекал. Джей Диэм отвечает. У него Зевс. Это уровень. Ну, ну, вот что ему поможет непонятно. Легкая вертушечка неплохо. Там 90 градусов второго забирает. Ну, неплохо. Минус Иксер, минус Апекс. Уже теперь более-менее решаемая ситуация против двоих. Да ладно! Какой праздник? Джей Диэм! Ну, что это? Вот это грязь! Джош Мазану только что. У нас нагло... Получает. Так, флешечки. Банан. Электроник в упоре. Ну, четверкой на уже расположились игроки команды Флипсайт. Ну, когда и если не сейчас можно принять... Можно принять эту атаку. Но что творит этот Элидж? Просто несокрушимые проходы по банану. Элидж продолжает давить в сторону Абланта. Ловит флешку. В баньте зажимает. В баньте забирает. Ворс Дидит абсолютно ничего не видел Элидж. Что за дьявол в этого парня вселился? Просто прошелся катком по позициям. Джей Диэм против Маркелова. Ну, супер момент. Егор сделал два минуса в ситуации. Один против троих. И теперь на плечах Егора судьба этого раунда. Ай-яй-яй-яй-яй. Зажал, попал, добил. 15-14. Ну, чуть-чуть не хватило Джей Диэму, друзья. Но Марик вытащил. Здесь ко встрече в руках он еще проверил, молотов у себя есть или нет. Будет встанеть этот выход соперников, если вдруг промахнется, но выживет. Ну, да. Просто-напросто отрезает себя сквики, накидывает тиммейт флешки. Пошел выход. Тем не менее, в лайнде, вот как только он проходит, начинает выходить. Это просто вот не сдал. И вот дача третьего также забирает. Как хорошо вот все получилось сейчас у этого парня. Вот на самом-то деле мог случиться полный провал, но он невероятный. Минус четыре от них в этом раунде. Просто-напросто с ВП, жесткая опора точки А от работы. Ребята из Моуспорс вот где-то слишком просто начинают играть. Но посмотрим, пройдет это или нет. Все-таки будут выходить на Б. Здесь жесткое укрепление. Здесь Дэдфокс. Сверху у него в вентиле. Есть тиммейт в пленте на Б. Есть тиммейт. И да, его немножечко закидывают гранатами. Но, опять же, его прикрывают. Как так? Ник просто врывается с ЮМПшки. Две головы вешает уже. Зеро отвечает из плента. У него есть мог, за которым можно потанцевать до поддержки тиммейтов. И сделать хотя бы еще один минус, чего он не обеспечивает своему лишним. Ну и два в два ситуации. Очередная установленная бомба сейчас может быть в исполнении команды Моуспорс. Но ребята хотят постреляться. Понимают, что соперники близко раскидывают. Нет, испанец пошел на установку. Крис G1 хп. Как повезло. Процент здоровья, конечно, спасает. Позиция соперников здесь хеллрейзерс. Один поближе уже подходит в плент. И семь. Ой-ой-ой. Какая хае? Такое нужно добирать. Но действовать вместе. Потому что все-таки никто хэдшот не отменял. Ну и снова. Ну как минимум уже три пушки потеряли. Ашер и еще даже раунд не выиграли. Давайте досмотрим. А потом уже будем говорить про экономику. Потому что и с одним хп хэдшот можно очень быстро поставить. Минус от Крис G. Бонтик один на один. Здесь просто спокойный. И фраг нужен. Да ладно. Вот то, о чем я говорю. Калаш. Ну а тем временем Нави готовит дроп. Попытаются стэками и цзшками пробиться на б плент. Гвардиан пока что чисто с армором будет люфтерить под плентом. А здесь энтрекил от флейми. И причем по апексу. Какая жесть. В дымах есть Кеннис. Ему может достаться. Так, ну отрезали точку б целиком и полностью. Пытаются на уверенность французы врываться. Это был Кеннис. Любопытство его подводит. Монентально получает по голове. Плюс еще один девайс. Он зашел двое им в спину. Но тут как тут оказался Сизот. Не бросили спину. Минус от Хэппи. Знают где уже находится этот игрок. И теперь уже и бомба будет установлена. И в принципе очень тяжело будет. С подобранными девайсами работают Нави. Хотя один выбили. Минус Костин. Ну вот то чего не нужно делать. Наверное соваться на дальней дистанции с пистолетами. Против ЮМПшек. Против массов соперника. Эдвард казалось должен давать минус. Клостиксер развернулся. Почувствовал соперника. И Флейми берет раунд. 9 хп остается у этого парня. И вновь переворот от... Ну и на этом чемпионате опять же ребята имеют неплохую подготовку. Правда мы видим как же неплохо действуют ребята из команды Фейс. Ну что. Яма. Контроль от Фоллона. Ой-ой-ой. Увольняет. Сейчас. Только Фоллон так может наверное. Только Фоллон такие хедшоты-то и ставит. Вырубил сразу же финского снайпера. Дальше Колдзера не выпускает еще и сплит с коннектора. И подбирает девайс. Это все еще может стать проблемой. Колдзера килл по Рейну. Колдзера. Еще и Киашима убрал. Ну там Фоллон неплохо настрелял до красна. И да, вот по Керригану конечно этот завершающий минус. Очень дальний УВП. Соответственно они могут предотвратить установку бомбы. Хотя когда ты играешь за атаку, ты можешь ожидать, что соперник в принципе может стать издалека. Чтобы просто не отдать девайсы и настрелять тебе за счет более точных пушек. Какая коннешка! Господи Иисусе. Таз просто дает три ассиста. Паша дает три фрага. И Таз снова доделывает остальное. На зелень. Пошел флэш. Пошел Дося. Нео спалился. Здесь как раз и Зевс может поработать. Снак все-таки забирает Досю. Хоббит неплохо. Забирает Павла. Ну и вот она упорная позиция от Бялова, которая в данный момент не сработала. Нео открывается. О нем на секундочку забыли. Он видел голову. Адрен. Отличный выход. Несмотря на то, что остался с 10 хп. Смог забрать Кубский. Это большинство. Паша врывается в плент. Параллельно с этим Таз прожимает коннектор. Пашу забирают. Таза тоже забирают. И все это стараниями одного маленького хоббита. Ну подождите. Тут есть мистер Клач, который на пленте. Которого не обнаружили. И Адрен. Ну вот хорошо, что все-таки не попал Снакс. Хотя дальше, посмотрите, дали ему немножечко шансов. Но сыграли просто великолепно. Маус Порс на этой карте хороши. Так же, как и ребята из Фнатик. Ну вот шведский КС пока не показал. За исключением команды Гоцент сверх максимума. Ну все. Здесь вообще фантастический прием Ника оказывает в первом пистолетном. Серия действительно сильных таких хэдшотов получается. И в итоге Фнатик вдвоем. Ну вот тупик 30 секунд до конца раунда. И нужно что-то здесь пытаться сделать. Итак, твист дискодоплен с респауна еще и закрывают этих ребят. Опять же, 100% информацию у Маус. Выход на 20 секунде. Хэдшот, конечно, есть. Но опять же, слишком много игроков в защите осталось, чтобы играть такой. Идея сейчас один будет играть против всей атаки Маус. Хороший стрейф. Хороший стрейф. Хороший минус. Его фокусирует сейчас с трех позиций. Где же Деннис? Где же Деннис? Гримс блестяще играет еще против одного игрока. Слышит спиди. Хороший хэдшот. Видит Крижея. Это Дигл. Перестрелка. Четвертый минус. В соло Крим справляется со сплит. Шведская пятерка. Так, Кеннис. Ну, вот сложный момент. Опять же, Деннис сейчас может спровоцировать игроков атаки на выход под ап от флеш. Но Кеннис здесь справился. Красавчик, красавчик. Опять же, зазор остался. Все было реализовано. Он продолжает. Кеннис уже в одиночку справляться с выходом на базу Б. Ну, вот казалось бы, это будет Тейз. Но Флюш все-таки находит в себе силы. Кеннис остановил. Их там просто уничтожают. Так, денег себе немного все-таки оставили. Пистолеты закупили. Арморов нет ни у кого, кроме заселленного Калаша. Причем первый. Но особого тоже значения не имеет. Видим, что никаких фармганов нет. Калаша ВП на руках у Фейсклан. Просто-напросто отстоять. Позиции опять-таки не меняются. Но вот зато тайминг накручивает жестко Фейсклан. Пытается выпадать на точку А через будку Мэйн и Скрип. И им это удается. Там у Пимпа самое интересное. Он стелит первого, второго, третьего. Трипл килл Пимп. И теперь только Алу один против двоих. Времени, конечно, много. Но при этом у него АВП на руках. А бомба под контролем Дефенза. GTM должен уже на всех парах нестись. Но нельзя на всех парах. Потому что иначе Алу услышат. Здесь надо действовать осторожно. Ну а там немой вопрос должен застыть у всей команды Фейсклан. Вообще, а как человек один в планете остался? Единственный заставленный калаш. Без флешки, без ничего. Без поддержки тиммейтов. Делает минус три одним распреем. Алу опасается, не понимая вообще, где остальные. Почему они так долго не приходят? Где тиммейт? Где второе? Второе уже калаш для себя нашел. Ой-ой-ой. Дропнул АВИК. Подобрал калаш в руки. Алу. Ну на АК-47 еще может потягаться. В принципе, GTM должен контролить. И не надо здесь оставаться ни в коем случае. Перекрестный огонь есть. Бомба в планете. В общем, если пойдет на Пимпа Алу, то включится в эту борьбу GTM. Если пойдет на GTM, то включится Пимп. А, тем не менее, все-таки они сделали это. Берут этот раунд. Разница лишь в том, что в этой ситуации, в этом эпизоде, больше шансов на успешный исход этого раунда для Ликвид. Все так и складывается. Кэрриган, хоть и дает свой килл. Его не ожидали увидеть. Но, тем не менее, погибает достаточно быстро. А вот то, что Киашиву проворонили, это проблема. А бомба лежит в планете. И с 2-4 все перерастает 2-2. И как бы здесь не было преимущества, так и происходит для фейсклана. Один единственный GTM, тот самый, который ни в чем не виноват. Свой энтри он сделал. И отдавал инициативу тиммейтам. А те как-то панически не разобрались в планете, что делать. О, GTM еще и топнул. Так, чтобы наверняка понимали, где он находится. Еще и дверей понавешили. Приходится палиться по звуку сразу. Ну, Дивайс свой минус делает. Ну, тут ColdZero загулял очень сильно. Ну, дифуски-то, тем не менее, только у Глэйва. Вот как раз-таки нам его и показывают. Долгий путь ему предстоит по информации тиммейтов. И от нее сугубо он будет уже отталкиваться. Правда, и контроль от Fallen'а также в эту самую тэшку есть. Красавчик. Он понимал, что стоит рискнуть выйти. Нужно отыграть одного игрока. Флэшка хорошая. Глэйв минус Fallen. Ферр один на машине. Сейчас попытается с двумя справиться одновременно. Разворачивается. Дивайс потерял позицию. Ферр красавчик. Ух, какой момент. На ходу спит швед и пока что никак не может проснуться. Итак, великолепный минус от Мэджиска. В прыжке с UMP забирает плюшу. А вот Пронокс минус по MSL все-таки делает. Кстати, интересный факт. Готсент это что по один минору получается? Ну да, это команда, которая в финале минор-турнира, европейского минор-турнира, обыграла команду Hellraiser. Тоже интересный факт. Гэмбит гейминг. Приемы были. Ну что ж, выход на B. И вот его сейчас не ждут ребята из Норд. Рубен плюс конфиг. Та же самая парочка B плента действует в этом раунде. И с ошибки начинается этот выход для... Рубина просто хоронит Готсент одного за другим. Вот если бы не Рубин сейчас... А как сыграл MSL? Просто шикарно. Ни одного не убил. А вот Рубина оформляет квадрокилл и забирает 17-й раунд для команды Норс. Вот тебе надо сейчас выйти в плей-офф. Но это ровно те же чувства, которые испытывает Пронокс. Только Пронокс, к сожалению, ничего полезного для своей команды пока что не сделал. Итак, Шнейдер и Пронокс. Шнейдер и Пронокс вдвоем. Это их последний шанс вернуться в эту игру. И Пронокс убивает Рубина. Убивает Пронокс. Два в одного. Шнейдер. Ну здесь просто... Поздно просыпается Пронокс. Ну все, сейчас здесь должна быть стрельба Супермена. Ловкость Бэтмена. Шнейдер. Нет. 19-17. Норс проходит в плей-офф. Таких шотландских гор издалека увидел я твой взор. Тот взгляд, который мигом повергал врагов. И старожил и помню до сих пор. Мой кумир, когда был еще инцон. Кто был примером нам? И чей примером шоу-саунд. Тебя не видно уже 20 лет. Ты куда пропал, Маклауд? Ну как дела?